Фёдор Венеславский, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны разведки присоединяется к нашему эфиру. Фёдор, приветствуем вас. Добрый день. Добрый день, хотим вас видеть. Да, 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 всё хорошо, Фёдор, хотели бы с вами продолжить говорить. Сегодня очень много времени уделяем и говорим о так называемой частичной мобилизации, о том, что происходит и в Российской Федерации и так далее. Давайте об этом тоже поговорим. Ну вот те протестные акции, которые вчера мы могли наблюдать на улицах различных городов Российской Федерации. И вот это предложение сейчас ещё раз проанонсировано. 24 сентября движение «Весна» анонсирует протестные акции по городам Российской Федерации «Нет мобилизации», «Нет мобилизации» и так далее. Но не так много людей на самом деле выходит на улицы. Многие называют этот термин как глубинная такая апатия. То есть тут, с одной стороны, мы якобы поддерживаем так называемую специальную военную операцию, но в то же время мы против мобилизации. Давайте мы об этом с вами тоже поговорим. Как вы можете охарактеризовать эти процессы, которые сейчас стартовали в Российской Федерации? Ну, не всякого сомнения. Одно дело, когда можно комментировать какую-то далёкую войну на территории соседней страны, в которой принимают участие военнослужащие с точки зрения граждан Российской Федерации, в основном профессиональные, наёмники, и пытаться делать оценки, иронизировать по этому вопросу. А другое дело, когда с повесткой придут к твоему отцу, брату, сыну, это совершенно другая реальность наступает. Я думаю, что именно вчерашнее решение властей Российской Федерации о частичной мобилизации, оно точно отрезвит очень многих в стране, хотя надеяться на массовое пробуждение очень проблематично, учитывая уровень зазомбированности населения. Но, тем не менее, я думаю, что даже вчерашние не очень многочисленные акции протеста, они уже являются очень хорошим сигналом и для граждан Российской Федерации, для властей Российской Федерации и для всего мира, что уже начинается осознавание всей абсурдности решений о развязанной войне в Украине, и это уже начинает касаться не только каких-то там эфемерных событий, но непосредственно и граждан Российской Федерации. Почему акции малочисленные? Я думаю, здесь не столько вот эта глубинная апатия, о которой вы говорите, а все-таки чувство страха, потому что на протяжении последних фактически десятилетий у граждан Российской Федерации выбивали вот эту, которая есть в украинских, украинского народа, чувство свободы, свободолюбия и готовности выйти на протесты массовые против действий власти, как мы наблюдали в нашей стране уже не один раз. В России это, к сожалению, наверное, на данный момент все еще невозможно, поскольку чувство страха преобладает над даже инстинтом самосохранения и пониманием, что близкие люди могут в ближайшее время не вернуться домой в гробах, погибшие на полях сражения в Украине. Ну, опять же, если затронули тему касательно вот этой частичной мобилизации, вы тоже поддерживаете тот тезис, о котором и Владимир Зеленский говорил, о том, что это очередное подтверждение, что Путин проигрывает на всех фронтах, и информационном, и военном, и в целом это уже действие безвыходности? Вне всякого сомнения о том, что Путин проигрывает, мы с вами уже прекрасно видим по действиям наших вооруженных сил, которые освободили практически 95% Харьковской области. Мы видим по иным успешным операциям, скажем так, наших военных. О том, что Путин будет вынужден объявить общую или частичную мобилизацию, я говорил в ваших эфирах и вашим коллегам еще в июне месяце, когда было уже очевидно, что те цели, которые были задекларированы в начале войны, недостануты и достигнуты быть не могут. Исходя из единодушия, скажем так, украинского народа и поддержки Украины, идеи о том, что мы должны освободить все наши территории и победить в этой войне. О том, что мы победим, по данным социологических исследований, уверены более 90%, а это очень сильный ориентир, ориентир, так и поддержка очень сильного действия власти. Поэтому Путин это все тоже осознает прекрасно и понимает, что ему перед внутренней аудиторией необходимо продемонстрировать, что и референдумы, так называемые, и мобилизация, это все звенья одной цепи. Федор, давайте продолжим, потому что реакция как раз на указ Кремля о частичной мобилизации, она была, скажу так, моментальной со стороны европейских лидеров, лидеров западного мира. Премьер-министр Нидерландов Марк Рюте сразу же назвал указ мобилизации признаком паники. Вот так он озвучил. Министр обороны Великобритании Бен Уолли заявил, что решение Путина свидетельствует о том, что российское вторжение захлебнулось, а канцлер Германии Олаф Шольц назвал мобилизацию актом отчаяния. Я специально цитирую сейчас те заявления, которые прозвучали сразу же после того, как было озвучено решение Кремля. Но если мы говорим с практической точки зрения, кроме вот таких вот заявлений официальных лиц европейских и стран и Соединенных Штатов Америки, потому что была реакция и Белого дома на частичную мобилизацию. Скажите, пожалуйста, каким должен быть ответ западного мира, если мы говорим не только на словах, но и на действенной реакции? В чем она может проявляться? Именно если мы говорим про мобилизацию. Ну, во-первых, я тут полностью согласен с теми заявлениями, которые вы процитировали, что это уже определенное признание поражения, поскольку сам факт мобилизации, это означает, что Россия на высшем политическом военном уровне признала факт войны. То есть это уже никакая не спецоперация. И даже сам тон заявления Путина, когда он вчера обращался к гражданам России, он резко, скажем так, диссонирует с теми такими бровардными заявлениями, которые раньше звучали из уст высшего политического руководства. Что касается реакции стран Запада на объявление частичной мобилизации, то это, знаете, это, я думаю, для многих является критерием того, что Россия точно не является договороспособным государством. Она не реагирует ни на какие доводы, которые могут дойти до нормального человека, за исключением усиления и санкционного давления, и политического давления, и полной изоляции России. Поэтому уже мы сейчас из заявлений западных лидеров понимаем, что вчерашние действия и решения Российской Федерации, они еще больше сплотят весь западный мир, они стимулируют продолжение и наращивание поставок Украине вооружения для того, чтобы Украина имела возможность защищать себя. Не мы пришли на их землю, они пришли к нам, и теперь они объявляют частичную мобилизацию, осознавая, что те цели, которые они перед собой ставили, они являются утопическими, и они понимают, что дальше идет полномасштабная война. И мир тоже это уже понимает, что в этом случае необходимо еще больше консолидироваться для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. А действия вчерашние, они явно направлены на эскалацию военного конфликта, войны против Украины. И есть ряд стран, которые уже готовят встречные меры на объявление мобилизации в Российской Федерации. Вот Эстония готовит такой пакет встречных мер, и их разработка уже находится на завершающей стадии. Об этом заявил заместитель командующей силами обороны Эстонии Вейка Велла Паума, сообщает портал ЕРР. Паума считает, что Российская Федерация использует мобилизацию для латания дыр воинских частях, понесших потери в Украине. Предлагаю его послушать и продолжим обсуждение. Система мобилизации в России другая. Расчет ведется географически, по месту жительства человека. Резервисты приписываются к подразделениям по месту жительства. Они раньше не встречались со своими сослуживцами. Нужно много резервистов и времени, чтобы сделать такое подразделение боеспособным. Вейка Велла Паума, заместитель командующего силами обороны Эстонии, из интервью ЕРР. В свою очередь, да, в свою очередь также шла речь о том, что указ, который полностью не опубликован Путиным, вот так называемой частичной мобилизацией, по факту всеобщей, как мы видим, мобилизации, предусматривает не ограничиваться на цифре в 300 тысяч мобилизованных человек. Мы видим, что сейчас Путин действует, хочет опять же действовать количеством, но не качеством. Скажите, пожалуйста, но ведь такому огромному количеству нужно такое же количество военной техники. А имеет ли сейчас Российская Федерация в условиях санкций, в условиях всего этого санкционного режима, возможность производить такое огромное количество военной техники и вооружить всех этих сотни тысяч людей? Ну, во-первых, именно на этот вопрос нужно говорить и давать ответ правдивый и честный. В Российской Федерации еще очень много старого советского вооружения, которое хранится на базах, складах, арсеналах по всей территории России. И я думаю, даже те действия, которые уже имели место на протяжении последних пяти-шести месяцев, после первых месяцев войны, они начали расконсервировать старые образцы советского вооружения. И поэтому я думаю, что таких старых образцов еще достаточно много, и вооружить ту армию, которую они сейчас мобилизируют, этого достаточно. Но мы также прекрасно понимаем, что, например, те же танки, которые стоят старые на хранениях, они не имеют динамической защиты, то есть они являются очень легкими мишенями для наших противотанковых средств поражения. Также и другие старые образцы техники, они имеют очень большие изъяны, исходя из того, что, во-первых, на базах хранения техника, учитывая уровень коррупции в той же самой России, она точно не проходила все регламентные работы, они проводились только на бумаге, соответственно, техника, выезжая из баз хранения, она уже останавливается, и данные главного управления разведки Украины это четко подтверждают. А что касается новых, современных образцов вооружения, то, несмотря на, опять же, бравадное заявление об импортозамещении Российской Федерации, они не могут не только полностью, но даже частично не могут заменить те высокотехнологические составляющие, компоненты к высокоточному оружию. Поэтому, конечно же, они будут воевать, это будет очередное пушечное мясо, они будут воевать на старой технике, которая является незащищенной, будут иметь в геометрической прогрессии возрастающие потери, но, тем не менее, нас это точно не остановит, и мы знаем, что наши вооруженные силы имеют те цели, которые перед ними поставлены верховным главнокомандующим, главнокомандующим вооруженных сил, и они будут точно достигнуты. Ну и, в свою очередь, также добавлю, что Владимир Путин накануне объявил о том, что подписал указ о частичной мобилизации, и стоит отметить, что риторика Путина, она изменилась. Украина, дескать, накачивает оружием, поэтому Российская Федерация якобы вынуждена пойти на этот шаг. Услышим прямую речь и еще один месседж обсудим. Сегодня наши вооруженные силы, как уже говорил, действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает тысячу километров. Противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада. В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение. Оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся. А именно, для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Ну и тут стоит отметить также, как говорили ранее, что риторика Кремля и лично Путина изменилась. Если раньше очень четко говорили, что это специальная военная операция по идентификации Украины, демилитаризации Украины, то сейчас вообще Украина не упоминалась. Упоминалась НАТО и коллективный Запад. Это говорит о том, что Путин не может никак признать, что Украина дает по зубам российской армии. И теперь в игру входят более большие и мощные игроки, понятное дело, для публичной российской аудитории. Ну, во-первых, сам факт признания, что война идет на фронте в тысячу километров, точно нивелирует предыдущее заявление о специальной военной операции. Потому что никакая специальная военная операция, линию соприкосновения, а иными словами, линию фронта не может иметь протяженностью в тысячу километров. Это полномасштабная война, которую сначала развязала Россия против Украины. И я думаю, что вчерашнее заявление Путина, даже до тех, кто полностью зазомбирован, донесет информацию о том, что им в ралли на протяжении полугода. А сейчас начали говорить частичную правду. Потому что вы абсолютно правильно отметили, что Путин боится сейчас признать то, что украинские вооруженные силы такие успехи демонстрируют самостоятельно при помощи умелых решений и действий военного руководства Украины. А не какие-то там эфемерные западные страны, западные союзники, которые воюют по логике или по версии Путина на территории Украины. Поэтому для нас вчерашнее заявление является очень красноречивым. Я думаю, оно признает успехи украинских вооруженных сил на линии фронта и успехи по освобождению нашей территории. Они именно и вынудили Путина принимать вот такие уже абсолютно непопулярные даже для зазомбированного российского гражданина общества решения. И еще один момент, который стоит отметить, это то, что Украина освободила из российского плена 215 военных, среди них 108 бойцов полка АЗОВ. Мы это слышали вчера из-за обращения Владимира Зеленского. Вся Украина просто была прикована вниманием к онлайн-трансляции с командиром полка АЗОВ Денисом Прокопенко и его заместителем Святославом Паламаром. И это я все к чему? Это же тоже огромная и мощная пощечина Путину, потому что ранее в информационном пространстве очень сильно говорилось о том, что в российском информационном пространстве говорили о том, что АЗОВ это вообще террористы и их нужно казнить. И накачивали информационно, делая из АЗОВ, из полностью всех защитников, которые находились на АЗОВ, стали врагов, не то что народа, а врагов мира. А сейчас их обменяли. Это же тоже пощечина Путину. Это же тоже еще очередной проигрыш в том, что Путин теряет доверие россиян. Нет, ну вы знаете, в данном случае, когда мы говорим об обмене, я бы не стал давать такие оценки, потому что в будущем нам предстоит еще многих наших военнослужащих, в том числе и из полка специального назначения АЗОВ, возвратить на территорию Украины. Поэтому я бы сказал, что результат вчерашнего обмена – это закономерный результат титанических усилий очень большого коллектива людей из Главного управления разведки, из Службы безопасности Украины, из Министерства внутренних дел, который увенчался успехом. Я уверен, что в будущем мы также освободим всех наших военнослужащих. А сейчас говорить о том, что это какая-то, скажем так, не очень приятная для Путина ситуация, ну, знаете, я думаю, что получив Медведчука, он, наверное, каким-то образом свое эго потешил. – Федор, маленькое уточнение. Медведчук остается до сих пор народным депутатом Украины. Правильно мы понимаем? – Оснований для юридических, конституционных оснований, для того, чтобы господин Медведчук прекратил полномочия народного депутата, пока не было. Но, я думаю, после того, как он переселился на постоянное место жительства за рубеж, и основания возникнут. – Благодарю. Хотела просто уточнить, потому что, ну, все-таки это тоже нужно озвучивать. – Тут остается вопрос, чей народный депутат он теперь? – Он Украина. У нас просто есть 80-я статей, там есть полный этот список, по каким на сегодняшний день признакам и принципам останавливается деятельность народного депутата. Ну, вот, будем за этим тоже следить, потому что, я думаю, что господин Стефанчук сейчас возьмет это тоже на вооружение. Этот вопрос каким-то образом все-таки будет обсуждаться в стенах, в кулуарах Верховной Рады также. Федор Венеславский, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, оборонной разведки, был с нами на связи.